Итак, дорогие друзья, меня зовут Олег Лавгудвин, я популяризатор массажных технологий, телесных практик и мануальной терапии на всем русскоязычном пространстве интернета. И сейчас у нас идет тренинг по мануальной терапии, и только вот мы начали применять эти приемы, друг на друге отрабатывать на практике, и сразу возник вопрос, а что будет, если человеку будет плохо, если причинен какой-то вред? Да, вот даже там до юридических вопросов дошли, да, ты спрашиваешь, а если в суд подадут на вас? Ну, во-первых, чтобы в суд подать, это надо что-то такое натворить, специально что-то испортить, чтобы, ну вот из моей практики, чтобы навредить, это надо прям постараться, что-то сделать совсем не так. Оказывается, причинить человеку пользу гораздо проще и легче, чем что-то не так сделать, да. С другой стороны, если человек вышел за пределы кабинета, прошел там хотя бы 30 метров, то в принципе он может там что угодно, может упасть, может там, не знаю, продуть его, да, или вот как ты рассказывал, потянулось неправильно, шнурки завязать на бацинках, да, и, соответственно, да, и вступил в спину. Да, потому что вот если есть заболевание, там, подозрение на грыжу, да, вот в повесничной области, то никогда не надо вот так вот нагибаться полностью, то есть надо ногу либо куда-то поставить, либо к стенке, облокотиться к стенке спиной и завязывать. Да, и, соответственно, это мера нашей ответственности, то есть мы должны, как специалисты, человека подготавливать, объясняя ему. Есть такие специалисты, ну вот я был у одного мануального терапевта, он просто берет там, хряц, хряц, хрустнул, все, давай, пошел. Ну, это неправильно, надо пояснять человеку, что вот, во-первых, после этих техник ни в коем случае нельзя выходить на сквозняки, мышцы, наоборот, еще больше спазмируются, нельзя переохлаждаться. После такого мануального массажа, иммунальной терапии, надо, как правило, ну минут 40, а то и час посидеть в тепле, лучше укутаться пледом, там, попить чаек горячий, то есть чтобы тело потихонечку, плавно адаптировалось к этому, к новому для него состоянию, да, и не было спазмов. Если же, то есть вы это все клиент объясняете, и также ему объясняете, что, в принципе, вот скелет человека, это как конструктор, если что-то сдвинулось там в одну сторону, то надо просто поставить в другую сторону, то есть, либо вы не досмотрели, сдвинули, да, неправильно, и он так не заметил, а вы не заметили, и пошел, да, а через два дня там голова, например, у него заболела, то объясняйте, чтобы он вернулся к вам, а то сразу человек будет думать, а, это мне вот этот вот специалист навредил, да, или его там продуло в машине, сейчас открытое окно, в одну сторону надуло, он подумал, ага, где я сегодня был, а, вот забегал уже к этому массажисту, значит, он виноват, да, вот, чтобы этого не было, всегда объясняйте, что может произойти то-то и то-то, и поэтому ты вернись, я тебе подправлю правильно, в нужную сторону, ну, грубо говоря, если там человеку выбили челлендж, да, надо ударом поставить его в обратную сторону, да, если сломал нос повернуть сюда, надо его вправить в обратную сторону, так же с позвонками у нас, вот, потому что люди начинают бояться, страх впереди, мысли наших идет, да, и они начинают искать другие способы, может быть, конечно, и поможет там другой специалист, да, или другой метод игнотерапии, да, или что-то еще, но, в принципе, если он вернется к вам, и вы уже более внимательно и тщательно эту область проработаете, то это будет вам большой-большой плюс, и клиент с вами останется, да, и слава у вас пойдет хорошая, а не дурная. Бывают еще вот такие случаи, когда, ну, про обморок мы говорили, да, вот падает во время таких мануальных правок в обморок, ну, как правило, это из-за чего происходит, из-за того, что, ну, у меня то, что такое было в практике, разжали все блоки, да, по позвоночнику, потом шею разжали, и соединение черепа с позвоночником тоже покрутили, сняли блоки, вот эти, да, функциональные, и мобилизацию произвели, и у человека такой идет мощнейший поток крови в голову, да, столько кислорода, что мозг уже дуреет, такой есть эффект кислородного, не голодания, а опьянения, кислородное опьянение, да, иной раз таким, уходит из кабинета, аж такие, знаете, глаза счастливы светятся, вот, ну, помимо этого же расслепощают все нервные узлы, а ежесекундно мозг получает команду от каждой нашей мышцы, от клеточки сигнал в мозг идет, он, ну, как глобальный компьютер, миллионы, миллиарды операций, вот этих сигналов туда-обратно, туда-обратно, перепроверяет, да, про наш организм, про положение тела в пространстве, там, про стоящего на жестком, на мягком и так далее, и тут вдруг, старайтесь, вот мы разблокировали, где он недополучал эту информацию, и вдруг она хлынула, и он опять ее получил, мозг просто, как компьютер, да, тоже перегрузится, он просто, тум, включается, и человек падает в обморок, у этого нет ничего страшного, это, как правило, 10, там, 5 секунд, и нормальный человек приходит в себя, вот, тоже вы поясняете вот эти все моменты, если такое вдруг случилось, да, единственное, что вот, у меня таких случаев бывает, на самом деле, 1 на 1000, то есть это даже в процентном отношении, 0,001 какой-то процент, что вот что-то не так подпошло, если делать аккуратно, объясняете человеку все доходчиво, да, он с вами, он от вас никуда не уйдет, но бывает такое, что, вот еще другой вариант, когда мы работаем на холодную, так как бы, ну, надо быстро помочь, да, не успели разогреть какую-то зону, или только левую сторону разогрели, там, триггерные точки расслабили, а с правой, ну, не успели, да, и человеку начинаем делать мануальную правку позвонков, и он, и зажимается сам, он сам дергается, не успел выдохнуть, или еще там что-то, да, поторопились чуть-чуть, и у него спазмируется другая сторона, и он потом вот такой кривой уже там от вас уходит, тоже нельзя его отпускать, надо ему показать и объяснить, что если у тебя здесь спазм, то с другой стороны у тебя идет перерастяжение, то есть здесь мышцы сжались, да, с другой стороны расценились, да, здесь сократилось, там расценились, и это все доступно исправить. И зачем это происходит вообще, то есть вот боли происходят, ну, как правило, это все застойные явления, ну, вот, например, мышцу классическую нарисовал, вот, часто всего, чаще всего величинообразные у нас мышцы, да, в ней застойное явление, ну, что говорят, вот, забилось мышцы, да, чем она забилось? Ну, молочной кислотой, ну, и проявишься эту кровь, и нужно кровь, да, малая проходимость. Значит, какими методами мы на нее воздействуем? Мозг получает сигнал, как из этой точки, да, где сама мышца, он получил сигнал, либо там, где мышца крепится, он получает сигнал, либо с этой. То есть для него это равнозначные зоны, он не понимает, где конкретно, да, это находится. Мыжа, кроме того, мышца тут набухшая, такая плотная, да, ну, тригипнозона, то всегда мы чувствуем вот такой, ну, типа шарика, да, такой вот, опухшее место, она давит еще на кость, где проходит нерв, может защинить нерв, да, и нерв тоже может нервировать и подавать сигналы в мозг. Соответственно, придавил здесь, а нерв заканчивается в другом месте, оттуда тоже идет сигнал в мозг, то есть она будет, бывает такая, как бы, блуждающая боль, то есть, например, крестец, справа до этого болела у человека, вы ему размяли, он уходит от вас, наследственные приходят, а у меня теперь с другой стороны болит. Бегущая, да? Бегущая боль, да, это потому что вот этот нерв, он непонятно где находится, то есть эта мышца его передавливает либо там, либо там. Соответственно, вот эти спазмы, судороги, их достаточно легко убрать. Какими методами мы это делаем? Мы мышцу разминаем, проминаем их, да, первый способ, просто разминание. Разминаем так, что вот этот вот шарик выводим к концу мышцы, либо сюда, либо в сторону, да. Есть способ нажать на этот шарик, либо локтем, либо мы думаем, что отцу, мы на него нажимаем, и как бы держим до тех пор, пока он не сбросит напряжение. Еще один способ, это когда мы нажимаем не на него, а нажимаем вот, так, это что-то не рисует, а нажимаем вот на эту точку, либо на эту, где заканчиваются мышцы, то есть мы прощупываем, где она перерастает к костям, да, ну, если это вот кость, то тут, скорее всего, вот костный бугорок есть в этом месте, чуть-чуть ничего не рисует, такой метод мы сейчас, мы сейчас тоже до него дойдем, будем изучать, то есть жестко нажали на эту точку, держим, 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 и потом резко отпускаем, тут получается эффект шланга, то есть если мы пережали шланг, да, отпустили, то сразу кровь хлынула сюда, и она как бы своим потоком пробивает эту пробку, понимаете? Давление создали, да? Да, давление повышенно создали, потом мышца расслабляется. Это третий способ, да? Четвертый способ, это так называемый релизинг, который, ну, в принципе, похож на миофасциальный массаж, дело в том, что вокруг мышцы еще находится фасция, ну, вы знаете, да, такая пленочка, и если мышца скручена, перекручена как-то, то фасция тоже скручена, и в ней тоже начинается своя собственная, ну, свои собственные блоки, там, да, жизнь, она где-то там укорочена, где-то сзади, да, но в ней единственное, что вот нервных окончаний нет, поэтому сигнал сюда не подается, но она действует на мышцу, мышцы действуют на нерв и так далее, по цепочке, то релизингом, как мы делаем, мы берем мягкую эту мышцу, ну, вот, кстати, демонстрационное оборудование, персионнообразная мышца, вот змея показывает, да, и мы, вот, давайте еще раз, первый способ, это мы прорабатываем самую ее вдоль мышцы, да, разными способами растирания, ну, и так далее. Второй способ, мы нажали на эту точку, триггер, да, и продержали, третий способ, это на вот эти места превращения мышцы к кости, через связки, да, продавили. Четвертый способ, это релизинг, в чем она заключается, взяли вот эту вот опухшую часть, да, растянули ее, тянем, тянем долго, пока она из пальцев не выскочит, но это примерно минуту, три минуты, выскакивает, и таким способом мы еще дополнительно и фасцию тоже как бы разворачиваем, растягиваем ее, да, тянуть можно поперек мышцы, а можно и продольно вот так ее растягиваем, такое медленное движение, так, ну, и снятие функциональных блоков, как правило, если мышца закреплена здесь, то у нее есть, у любой мышцы, есть мышцы-антагонисты, противодействующие, вот они, как правило, вот здесь вот находятся, какой-то у нас рисует, фломастер, вот они, как правило, с другой стороны, да, находятся, то есть, ну, условно говоря, бицепс против трицепса работает, да, если с одной стороны мышца сокращается, с другой растягивается, и в обратную сторону, да, соответственно, ну, и даже на маленьких суставах, на спине, то же самое происходит, то есть, если эта мышца выключена из работы, укорочена, да, то, соответственно, это перерастянуты, им это не нравится, они начинают противодействовать, противоборствовать, если мы сняли, отсюда и происходит функциональный блок, то есть, вот это сочинение, да, оно хуже работает, оно и так сгибается, там, не доворачивается куда-то, да, если мы хрустнули, то есть, переставили суставы, да, и вставили его обратно, то снимается напряжение здесь резко, да, и мышцы переставят противоборствовать друг другу. Кстати, по поводу антагонистов, у мышцы, любая мышца заканчивается сухожилиями, вы знаете, да, то есть, она сухожилиями, собственно говоря, крепится к костям, вот тут, да, так вот, откуда берется судорога, это сухожилие вступает в противоборство с самой мышцей, если мышца укорочена, сухожилия растянута, да, и они получаются антагонисты в итоге друг к другу, сухожилия пытаются сократиться, мышца растягивается, но в ней это уже, есть вот этот сгусток, да, ей неудобно растянуть, она обратно, и вот они вот так вот, туда-сюда-сюда-сюда-сюда-дергаются, и получается вот это вот, что-то в логике массажа было, уже еще ногу сводила, да, ногу сводит, да, вот ногу сводит, находите, где вот этот пучок, там его прям видно даже, да, вот этот пучок мышц, прям такой, и прям продавливаете, да, да, либо растягиваете в обратную сторону, эту мышцу, это уже такой получается, пятый способ, да, так, так что вот, это просто меры вашей безопасности в работе, то есть, чтобы дальше дошло до того, чтобы кто-то на вас подал в суд, ну, это какой-то очень крайний, невероятный случай, и, и мало доказуемый, то есть, он мог этот человек получить и не у вас, эту травму, пошел там, напился, с друзьями подрались, она вас жалуется, понимаете, никто никогда не докажет, но ваша мера ответственности, это все ему объяснить, если судорога, если спазм, если что-то там пошло не так, прямо тут же можно помочь, любому из этих перечисленных методов, которые мы, кстати, все и проходим на нашей технике мануального массажа, и мануальной терапии, обучаемся за считанные дни, и у вас готовая профессия в ваших руках, ну, ответил нормально? отлично, да, ну, все, помахайте нам ручкой, поставьте лайки, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч! субтитры,